Главным культурным событием минувшей недели стала торжественная церемония награждения лауреатов Онежской маски. Республиканская театральная премия в этом году юбилейная, 20-я по счету. Для актеров Карелии получить Онежскую маску все равно, что получить Оскар. Но не менее важное событие для них – уникальное представление, в которое ежегодно превращается традиционная церемония вручения премий. В этот раз актеры всех пяти театров собрались вместе, чтобы поставить мюзикл. Я узнала, что его привезла, у него же поддельник. Страшная смерть. Что посеешь, то и поршнешь. Вы не согласны? Собирательный образ сильной роковой женщины, оставшейся без своего возлюбленного, показали артисты со сцены музыкального театра во время церемонии награждения лауреатов 20-й республиканской премии «Онежская маска-2022». Труд, взвалившийся на плечи героини на сцене, был настолько тяжел, что, вероятно, оттого жюри, почувствовав груз ответственности, не смогло определиться с победительницей в номинации на лучшую женскую роль. Также без победителя осталась номинация «Лучший эпизод». Это было невыносимо голосовать, потому что хотелось дать очень-очень многим за достойные работы, игру артистов. Мне было тяжело. Церемонию оформили в стиле знаменитого мюзикла «Чикаго». В нем приняли участие артисты всех петрозаводских театров. Ведущие успевали танцевать, петь и в перерывах между номерами приглашать на сцену артистов для вручения наград. Все было пропитано атмосферой волшебства театрального представления. И все же в остальных номинациях жюри смогло определить победителей. За лучший дебют был отмечен артист театра «Творческая мастерская» Руслан Арифулин, за лучшую роль второго плана артист музыкального театра Александр Ватолкин, Дмитрий Константинов из «Творческой мастерской» и Дмитрий Будников из «Театра кукол». В качестве лучшего актерского ансамбля были отмечены сразу две труппы. Актеры, сыгравшие в спектакле национального театра «Пергюнд» новеллы, и артисты балета «Серенада» музыкального театра. За лучшую роль в детском спектакле отмечена актриса театра «Кукол» Ирина Будникова. В номинации «Лучшая мужская роль» награду получил актер национального театра Петр Касатьев, который сыграл Петра Мунка в постановке «Сказки черного леса». Кроме того, специальные премии критиков были отмечены. Театр «Кукол» в номинации «Новая сценическая реальность» за спектакль «Серенода Бержерак» и «Негосударственный авторский театр» от «Либерум» за синтез театра и педагогических практик. В номинации «За честь и достоинство» была отмечена артистка и педагог музыкального театра Наталья Гальцина. Награду за преданность театру получила Оксана Иванова, начальник реквизитерского цеха музыкального театра «Карелии». Волшебство театра на церемонии ни для зрителей, ни для актеров, ни для членов жюри не прекращалось ни на минуту. Но эта магия – результат труда многих людей, задействованных в театре. «Скажу по секрету, что последние дни репетиции длились по 5-6 часов, только-только было у людей время, чтобы перекусить, и при этом все репетировали после работы. То есть приходили где-то в 9-8, а уходили домой только в 2 ночи». Представление подошло к концу, итоги подведены. Что же дальше? Репетиции, премьеры, работа во славу Мельпомены. А фестиваль прощается с нами до следующего года. Герман Алмакаев, Станислав Шведов, Сергей Беляев. Специально для Больших Новостей.